Но об этом говорим далее, но в частности ее ситуации на фронте. С нами на связи Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг. Сергей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте, Сергей. Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Героям слава. Сергей, знаете, а я у вас вот так спрошу. Я, знаете, воедино попытаюсь как-то скомпирировать информацию и заявление официальное со стороны главы украинского государства Владимира Зеленского о том, что мы, возможно, ожидаем в ближайшее время, но это весна, сколько тут осталось до конца ее, а также летом возможных очередного наступления со стороны российской армии. Но в то же время мы видим информацию, что того набора количественного, даже не качественного, а личного состава как раз хватает для того, чтобы закрывать те потери, которые армия Российской Федерации несет сейчас. Сергей, ну, по вашему мнению, как вы видите эту картину с нехваткой личного состава и с возможностями российской армии закрывать эти дыры, ну, на разных направлениях? Ну, мы сегодня можем говорить о том, что враг действительно, есть у него определенный дедлайн к тому, чтобы выйти на уже прямое противостояние с последней, наверное, такой крупной донецкой конгломерацией. Это Краматорско-Славянская, которая сегодня, естественно, находится под полным нашим контролем, контролем вооруженных сил, сил обороны. Соответственно, сегодня есть определенный дедлайн по Часов-Яру, потому что у врага сегодня стали появляться те резервы, которые он пытается максимально уже вводить в бой. Но, судя по некоторым признакам, я бы не хотел сейчас забегать наперед очень сильно, тем не менее, есть какие-то признаки, они проявляются в том, что вот эти резервы, вводимые в строй, они, наверное, приходят уже к какому-то пиковому противостоянию, к пику во время этой военной операции, которую враг, несмотря на вполне резонные наши в том числе и ожидания, должен был остановить после Авдеевской операции, после того, как овладел благодаря авиационному вооружению, авиационным бомбам и руинами Авдеевки. Мы говорили о том, что враг должен будет проводить ротацию, перегруппировку и готовиться к дальнейшим атакам. Враг не остановился, враг, как он посчитал Кураже, решил, что так же будет продвигаться и дальше. И, собственно, я еще раз скажу, надеюсь на то, что некоторые признаки уже говорят о том, что резервы, да, у россиян есть, резервы уже стратегически они начали вводить в бой. Но, опять-таки, это довольно-таки похоже на то, что пик этого наступления и то, что сегодня делают наши силы обороны. Но это действительно промышленное уничтожение российской армии. Это та борьба ресурсов, это истощение российской группировки, российской армии, о которой мы говорили. Поэтому, действительно, когда Верховный Главнокомандующий, президент Украины, говорит о том, что россияне готовятся к наступлению, он от слова не лукавит вообще, потому что это наступление, во-первых, продолжается. И еще раз скажу, наиболее активная фаза, судя по всему, враг на нее выходит. Сегодня мы говорим о том, что у россиян есть определенные тактические продвижения на направлениях, на Бахмутском, на Авдеевском в частности. И пытается враг действовать очень активно на направлении Работинского плацдарма. Там тоже есть желание выйти на те рубежи, которые россияне потеряли благодаря нашему наступлению еще летом прошлого года. Однако по Работино, там ситуация у врага, мягко говоря, не совсем простая, хотя пытаются максимально давить. Ну и, собственно, вот эти 100-200 метров, которые продвигаются они в день, согласитесь, что при наличии тех ресурсов, огромных ресурсов, которые есть у россиян, и по людям, и по технике, это назвать нельзя даже, наверное, и тактическими успехами. Тактические продвижения, да, но тактических успехов нет. Сейчас речь не о том, что враг выдохся и он сейчас остановится. Сейчас речь о том, что мы действительно выполняем свой план. Идет истощение российской армии. Есть ли, возможно, направление, где враг особенно активен? Вот по последней информации, особенно на бахмутском направлении, и давят, так сказать, российские войска на часа Фьяра. Вот какая есть у вас информация, потому что действительно противоречивая поступает информация. И, собственно, какие угрозы существуют в случае захвата этого города. И действительно именно на этот город сейчас очень активно давит враг, собрав возможности. Ситуация остается сложной. Я хочу напомнить о том, что фронт вообще это такой живой организм и очень динамичный. И говорить о том сейчас, что наши силы находятся на вот этом рубеже, а враг подходит к другому или начинает продвигаться, буквально после нашего эфира ситуация может поменяться. Благодаря, в том числе, например, контрбатарейной борьбе. Благодаря использованию, я надеюсь, в том числе и того вооружения, которое мы все-таки, снова-таки, надеюсь, будем получать от наших союзников. Речь идет о дальнобойном орудии. И тогда ситуация может кардинальным образом измениться. Да, час авиар. Да, для врага это тут не только, скажем, определенный заложен тактический успех или желание тактического успеха. Здесь заложены, в том числе, и психологические моменты, они обоюдны. То есть, понятно, для врага, если будут продвижения, и, понятно, для нас определенные моральные проблемы, потому что терять такой оборонительный рубеж не хотелось бы. Но, с другой стороны, кто говорит о том, что вот это давление максимальное сегодня, ну, наверное, еще даже не максимальное. Попытки максимального давления на направление часа авиара, они для врага, во-первых, окажутся простыми, а, во-вторых, кто говорит о том, что враг продавит нашу оборону и завтра войдет час авиар. Если это будут руины, как в Авдеевке, что дальше? Речь о каких-то там высотах, то, что рассказывают россияне, выйдут на высоты, оперативный простор. На эти высоты надо еще выйти. Если на них они выйдут, извините, в пакетах, то о каком продвижении мы можем говорить дальше. Поэтому я бы не спешил сегодня ни с какими-то выводами, ни с какими-то, тем более, уже прогнозами. Сегодня еще раз хочу сказать, несмотря на тяжелые моменты сегодня, наши вооруженные силы делают невозможные. Поэтому тут главное не падать духом, нет никакого шапка закидательства, наши действительно титаны делают сегодня максимально все то, что необходимо делать. И, конечно, надежды на наше командование, которое не будет допускать, ну, например, каких-то просчетов. Но в любом случае, те люди, которые сегодня находятся на местах, начиная от главкома сырского, заканчивая командирами соответствующих бригад, батальонов, они свою работу знают, ее выполняют. Сергей, далее хотел бы, чтобы вы прокомментировали эту информацию. Главное управление разведки Минобороны Украины готовит третий удар по Керченскому мосту, который соединяет территорию России с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает The Guardian. Ну и по этой информации высокопоставленные представители ГУР заявили изданию, что разрушение моста неизбежное, считая, что в ближайшее время смогут вывести из строя вот эту переправу. Один из чиновников отметил в интервью изданию, что сделать это планирует в первой половине этого года и уточнил, что у главой разведки Кирилла Будана уже есть большая часть средств для достижения этой цели. Также в ГУР следует плану, который одобрил президент Украины Владимир Зеленский по минимизации военно-морского присутствия России в Черном море. Как пишет The Guardian, пока не ясно, как будет произведен удар, но цель эта хорошо защищена. Россия приняла обширные меры по защите этого моста, усилив противовоздушную оборону и развернув баржу-мишань в качестве приманки для приближающихся управляемых ракет. Ну и напомню, что до этого Керченский мост дважды подвергался ударам и ремонтировался. Сергей, как вам просто вот эта информация? И скажите, вот если мы допустим, что вот это произойдет, так или иначе, скорее всего, это произойдет. Я об этом говорил не только Кирилл Буданов, сам президент Украины Владимир Зеленский называл эту переправу незаконной постройкой и, в принципе, да, судьба, которая уготована вот этому большому проекту путинского режима. Да, она, в принципе, всем понятна. Но что это будет означать для оккупационной армии на временно оккупированном Крыму, на территории временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территориях южных областей нашего государства? С учетом того, что мы понимаем, что это логистические плечи очень важны для российской оккупационной армии, но и с учетом вот той уже, как я понимаю, почти достроившейся, да, железной дороги, которая идет югом Украины, соответственно, для того, чтобы, ну, скажем так, диверсифицировать те поставки, которые необходимы для функционирования оккупационной армии Российской Федерации. Ну, давайте я попробую ответить на этот простой и одновременно сложный вопрос. Отвечу сначала как журналист, пусть и военный. Если издание «Гардиан» таким материалом достигло своей цели, у них стало больше подписчиков, читателей, они молодцы, они со своей задачей справились. Что касается нашего главного управления разведки, наших сил обороны, то поверьте мне, что и вы в этом тоже, я уверен, не сомневаетесь, они тоже со своими задачами справятся, их выполнят тогда, когда это будет необходимо. Мы действительно можем говорить алгоритм действий, сбор, развед данных, подготовка операции, наличие ресурса, проведение этой операции успешное, уверен, и незаконное строение Крымский мост перестанет существовать согласно действующему законодательству Украины. Более прогнозов никто давать не будет, и это понятно. Действительно, его судьба предрешена. Сегодня логистика, в любом случае, Крымского моста, она не стопроцентная, кто бы что ни говорил. Он очень часто останавливает свою работу. Понятно почему? Потому что находится вечно под угрозой каких-то ударов, каких-то неизвестных ракет или БПЛА. В любом случае, мы говорим о том, что сегодня существует, наверное, тактическая цель. Крымский мост – это стратегия. Тактическая цель – это та самая железная дорога, которая строится врагом по так называемому сухопутному коридору. Это жирная цель для наших сил обороны. Что необходимо сделать? Необходимо уничтожить. Каким образом? А вот это уже не важно. Главное, что об этом узнаем первыми мы, а потом об этом напишет, конечно же, Гардиан. В любом случае, все эти риски и вызовы, к ним надо относиться действительно серьезно. Ну и поверьте мне, что к ним относятся чрезвычайно серьезно те составляющие сил обороны, которые курируют, которые занимаются именно этим направлением. Логистика врага – это тот самый ресурс, это та самая задача, которую необходимо выполнить. То есть уничтожение российского ресурса, который позволяет России сегодня еще вести войну на вот таком дыхании. Это звук, Сергей, пропал. А ну? Я уже есть. А, есть, да, вот. На месте. Видите, нас смотрят. В любом случае, еще раз хочу сказать, что уничтожение логистики врага – это как раз вот это направление изматывания Российской Федерации, российской армии. Это изматывание и война ресурсов в том числе. Поэтому это будет уничтожено. Вот и все, что можно сегодня говорить. Каким образом это будет сделано? Послушайте, до вчерашнего дня, я думаю, что в республике Татарстан никто даже не подозревал, что может прилететь. А ведь прилетело. И лететь может дальше, на большее расстояние. Поэтому все идет по плану. Только по украинскому плану. Да, и вот то, чем и на чем летать, у Российской Федерации становится все меньше и меньше. Вот разведка Британии показала, как Российская Федерация пытается сохранить то, что осталось, да, и маскировать свои истребители. Ведомство опубликовало спутниковый снимок. Вот сейчас мы можем его видеть на своих экранах, где можно увидеть, как на аэродроме Кировское, в оккупированном том же Крыму, нарисовали силуэты истребителей. Но, несмотря на это, на место изображения все равно приземляются вертолеты, что полностью, собственно, подрывает попытку обмана. И по данным разведки Британии, такие рисунки также заметили еще на, по меньшей мере, 12 российских авиабазах, что демонстрирует степень, ну, такой беспокойности Российской Федерации, да, будущими украинскими ударами и их способность, точнее, неспособность, наверное, отразить все-таки. Ну, как оцениваете такие попытки, Сергея, они неуклюжие или так, в принципе, и должно быть? Мы, как говорится, люди не военные и, может быть, чего-то не понимаем. Вы знаете, я всегда оцениваю ситуацию или определенную информацию с точки зрения того, кому это выгодно, в том числе. Поэтому те выводы, которые озвучены, они интересны, но в любом случае надо немножко о конспирологии подумать. Кому действительно было выгодно вот так показать именно в таком разрезе. Если это действительно все так, как мы понимаем, ну, тогда это неплохо. В любом случае я бы говорил о тенденциях. Более полугода назад в вашей студии мы говорили с вашими коллегами о том, даже более чем полугода тому назад, говорили о том, что российская авиация в Крыму, командование российской авиации военной в Крыму будет думать о том, как защитить свои объекты и свою технику от возможных ударов украинских вооруженных сил или сил обороны. Тогда россияне, я видел эти комментарии, отнеслись к этому, мягко говоря, несерьезно. Теперь мы видим такие рисунки в том числе. И это только, скажем так, какая-то маленькая внешняя картинка той проблемы, которая существует для оккупационных войск в Крыму. Да, хотелось бы нам быстрее что-то делать. Да, хотелось бы, наверное, чтобы это происходило каждый день. Но вот эта фраза на все свое время, она действительно то, что соответствует сегодня реалиям. Это необходимый ресурс, наличие необходимого ресурса у нас. Ну и, соответственно, куда бить, по кому бить и зачем бить, мы прекрасно это знаем и видим по тем результатам, которые, ну, в частности, есть и в Крыму. Я, честно говоря, сегодня не помню ни одного украинского удара там наших воздушных сил, там Главное управление разведки, службы безопасности, военно-морских сил, ну, вообще сил обороны в целом, чтобы этот удар был, ну, как минимум, безрезультативным. Всегда есть результат. Да, хочется, наверное, иногда большего. Но в любом случае, сегодня нет ни одной зоны на территории Крыма, временно оккупированного Крыма, где бы не могли достать наши силы обороны. А достанут и уничтожат. Это 100%. Сергей, ну, смотрите, вот вы говорили о том, я, кажется, уловил тут момент определенный, да, и той информации, те новости, с которыми вы ознакомлены, скорее всего, по поводу решений, куда бить и как бить. Да, и, скорее всего, вы видели, мы все видели, да, эту информацию о том, что и в Соединенных Штатах Америки якобы не очень поощряют эти удары по законным для Украины целям на территории Российской Федерации. Но я бы еще добавил одно из последних свежих заявлений президента Украины Владимира Зеленского, который он озвучил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стубом, который отметил, что те международные организации, которые, да, осуждают удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, да, он, в принципе, пригласил, да, стоит бы приехать хотя бы в Харьков, да, чтобы увидеть, что Россия делает с этим городом. Да, ну, в планах уничтожения, как пропагандисты заявляют, поквартально уничтожать украинские города. Это реально заявляется россиянам с их голубых телеэкранов. Как вы оцениваете, вот, знаете, вот эту такую себе информационную волну, Сергей, когда вот так появляется сообщение, кто официально, кто, возможно, не совсем, да, появляется то, что вот, ну, не очень смотрят на это позитивно, возможно, не очень поощряют и так далее, и так далее. Да, вот ваш комментарий, пожалуйста. А все очень просто. Тут надо комментировать с точки зрения информационной безопасности. Вы знаете, даже на фронте снаряды иногда попадают в одну и ту же воронку, несмотря на обратное утверждение, так? А тут мы говорим о том, что это подготовленная специальная операция и просто так материалы, ну, мы же с вами хорошо знаем. Просто так материалы такого характера не появляются. Есть определенные действия, в то же время появляются откровенно заказные материалы со ссылкой на неизвестных персонажей или неизвестные источники. Ну, собственно, это информационная гигиена, которую призывают наших телезрителей в том числе. В любом случае, что касается вот этих ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России, давайте посмотрим на так называемую европейскую часть Российской Федерации. Сколько там осталось тех объектов, именно НПЗ, которые не подвергались атаке. Некоторые уже и по два раза. Но можно брать целую контурную карту и, наверное, специальный экзамен для россиян тоже устраивать. Пусть рисуют те НПЗ, которые до Урала, по крайней мере, не были подвержены атакам. Это первый момент. Ну и второй, он, наверное, более важный. И, несмотря на то, что вполне вероятно, я могу допустить, определенные политические круги наших союзников, наших странных партнеров, они действительно могут, ну, скажем так, призывать к тем действиям, о которых вы уже сказали. Но здесь Украина проявила свою объектность в политике. Украина не проявила субъектность. А как объект мы знаем, что делать, потому что это наша активная, подчеркиваю, активная, а далее, оборона. Для того, чтобы не гибли наши дети, не гибли наши родные и близкие, наши взрослые, наши воины, надо что? Надо действовать на упреждение. Вот Украина выбрала путь активной обороны. Это здорово, это хорошо. Могли ли мы об этом думать, ну, наверное, даже год-полтора, а тем более два назад. И также, если вспомнить, да, интервью, точнее, пресс-конференцию президента Зеленского и президента Финляндии, так вот, Зеленский сказал, что на 1 июня Российская Федерация готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек. Насколько это серьезно для фронта украинского? В любом случае, я всегда говорю о том, что любая информация, любые вызовы, если они будут подтверждаться, тем более вот такая информация, она всегда требует адекватного решения с нашей стороны. Обязательно ли это озвучивать? Я думаю, что нет. С нашей стороны. Они пусть озвучивают. Снова-таки, мы должны понимать, что явных проблем пока у России с личным составом нет. С качеством личного состава, да, проблемы есть. С другой стороны, снова-таки, вопросы и к нашим партнерам. Вы хотите, чтобы эти 300 тысяч, как сегодня или там вчера вспоминали 1815, вместо 14-го, правда, года, русские войска в Париже. Ведь посмотрите, о чем они думают, да? То есть, это же по Фрейду, опять-таки, да, мы их не пропустим. Это эти 300 тысяч, далеко не 300 спартанцев, далеко не 300 спартанцев. Но в любом случае, это серьезные вызовы. На них мы реагируем, будем реагировать. Но для этого нам нужны и системы противовоздушной обороны, защитить наш юг, наш центр, наш Харьков. Ну и, собственно, те удары на упреждение, о которых я говорю, и по Крыму, в том числе, и по Белгородской народной республике, по Брянской народной республике, Курской народной республике. Ведь сегодня, посмотрите, Белгород-то россияне бросили, Москва бросила Белгород. Ну, наверное, это выполнение, скажем так, плана великого геостратега Путина, который говорил о серых зонах. Только он имел в виду серые зоны на территории своих областей, в частности, Белгородской. Ну, значит, будем помогать, будем действовать в этом направлении, в том числе. Ну, Сергей, не могу вас не отпустить, не задая вот этот вопрос, поскольку как раз вот юг Украины, в частности, прекрасный украинский город Одесса фигурировал в этих заявлениях Эммануэля Макрона, президента Франции, да, который отмечал, что вот, не дай Боже, в случае какого-то прорыва существенного российской армии где-то в южных направлениях, а мы понимаем, что в планах у них может быть все, да, и Киев, и Харьков, и Одесса, и абсолютно вся Украина, да, потому что сейчас армия Российской Федерации, да, и Путин ставит одну задачу, это уничтожение нашего государства. Иного просто здесь просто вот не просматривается никак. Скажите, а как вы вот ощущаете возможность вот эту, насколько она вероятна, что действительно представители военных, военные, представители армии НАТО могут появиться на территории Украины в исполнении разных задач, Сергей? В этом мире, возможно, все. У нас в батальоне говорят, життя бентежны. Прекрасно. Спасибо вам. Я думаю, это неплохая нота. Да, мы еще Макроновскую эту историю, я с вашего позволения, так скажу, еще раздвинем обязательно, потому что президент Франции там заявляет и заявляет и продолжает настаивать на своем. Соответственно, еще вспомним эту позицию, не только Сергей. Давайте напомним господину Макрону о том, что в свое время Одесса подарила Франции великолепного премьера. Пора отдавать долги. Да, я думаю. Мы им считать в Одессе деньги. Да, да, совершенно верно. Я думаю, он как раз об этом и помнит. Только Макрон, абсолютно вся его команда. Сергей, говорим вам спасибо за разговор, за этот анализ, за то, что присоединились. Всегда вам рады. Сергей Брачук, спикер украинской добровольческой армии Юг, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова